В Люберецком дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С главной сцены городского округа прозвучали поздравления в адрес тех, кто в далеком 45-м подарил нам мирное небо. Песни и мелодии, без которых не обходится ни один день Победы. Именно они создают атмосферу радости и напоминают о великом подвиге советского народа. Особенно волнителен этот праздник для людей, которые знают о войне не понаслышке и которые помнят тот самый знаменательный день – 9 мая 45-го. В 45-м году мне было 10 лет, когда кончилась война. Этот день был необыкновенно красочный, ярко-солнечный. Было очень тепло, было очень весело. По поселку, у кого были гармонии, ходили, играли гармонисты. Люди пели, плясали, и смеялись, обнимались. Мне было 9 лет всего. Поэтому войну я захватил в Сталинграде. Воздушные бои, бомбежка тоже была в Сталинграде. И оккупация была тоже. Когда объявили победу, мы были очень рады, кричали «Победа!» Наконец пришла к нам победа. Но День Победы – это праздник со слезами на глазах. Поэтому концерт начался с минуты молчания. В память о тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, уважаемые труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, дорогие люберчане, 9 мая 79 лет назад ознаменовалось поднятием флага победы над зданием Рейхстага, над зданием того центра зла, которое пришло на территорию нашей страны. Я поздравляю всех с этим праздником. Я желаю всем только крепкого здоровья, светлого неба над головой и, конечно, особое внимание обращать на наших ветеранов. Сегодня я хочу сказать слова огромной благодарности ныне живущим нашим ветеранам. А у нас в районе, в городском округе 27 ветеранов-фронтовиков. Самый молодой ветеран – это 95 лет. 97, 98, 99 – такие у нас люди есть. И, конечно, мы их окружаем вниманием. Дорогие ветераны, своими делами и жизненным примером вы передали нам любовь к родной земле, опыт и умение, невзирая на сложности, идти к цели и добиваться победы. Пусть в наших сердцах живет вечная благодарность за жизнь и за победу. После торжественной части на сцену вышли артисты городского округа. Танцевальные и вокальные номера чередовались с мини-сценками. Актеры музыкально-драматического театра поведали зрителям военной истории любви. А завершился концерт главной песней этого праздника. Луиса и Геосариан Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова